Добрый день, мои подписчики и гости моего канала. Этот ролик для тех, кто занимается экзотическими растениями, то есть выращиванием в домашних условиях. Сегодня вот у нас имбирь, который мы используем всегда как молотый. Вот имбирь, который мы покупаем в супермаркетах или обычных магазинах. Если вы желаете получить вот такие корневища полноценные, как мы вот покупаем, то, конечно, нужно в средней полосе, где я живу, выращивать в личных условиях или же в домашних условиях, в горшках. Если вы желаете получить от этого корня декоративность, вернее сказать, чтобы он зацвел, значит нужно по мере роста его использовать обязательно фосфорно-калийное, вот именно на подкормке, как говорят, удобрение. Самое хорошее время это конец февраля, март и немножко начало апреля месяца. Идём в любой супермаркет, магазин, магнит, пятёрочка и покупаем корень имбиря. Я всегда смотрю, чтобы был корень такой твёрдый и, конечно, свеженький, чтобы имелись наверху вот такие вот почки. Видите, вот они заметные. Берём корень без признаков какого-то заболевания, с беловатой и блестящей кожицей, вот как вот видите. Вот с этого вот имбиря, вот корня этого огромного, получить можно несколько отросточков. Видите, их сколько здесь много. Замачиваем корень на ночь в тёплой воде, а затем даём высохнуть сутки. А потом уже будем нарезать шириной 3 сантиметра, чтобы вы именно находились там, вот на этих кусочках, именно вот глазки маленькие. Процесс этого замачивания, конечно, большой. Потом после замачивания, как они полежат, вот сутки, им нужно ещё этому корню дать высохнуть сутки, а потом уже можно высаживать. Отрезаем, как я уже сказала, шириной сантиметра 3 на маленькие вот такие пальчики. Вот такие кусочки. Срезы, вот этот срез, нужно взять активированный уголь и обсыпать обязательно. И дать, конечно, этим отросточкам потом полежать. Смотрите, сколько здесь у меня будет с одного этого кусочка именно материала. Некоторые, конечно, супермаркеты продают и обрабатывают корень, чтобы он не прорастал. Но вы смотрите всегда, чтобы именно почка была живая. Когда берёте имбирь, оно видно. Вот как видите, видите, она уже почка как бы идёт в рост. Она сама зелёненькая. Вот она. Поэтому этот корень не обработанный. Где нет почки, я буду пить имбирный чай, готовить. Вот эти вот, видите, без почки. Если цель посадки декоративная, можно сажать, конечно, гуще. И почки новых побегов должны быть направлены вверх. Я вам покажу, как я именно для декоративности, для цветения, посадила маленькие горшочки. А в эти я буду сажать именно для корневища. В этом контейнере у меня будет 4 корня, чтобы расстояние было не меньше 15-20 сантиметров, потому что корни разоставятся вот так вот. Вот этот горшочек нужно ставить обязательно на западное окно или же восточное окно. Если южная сторона, оно может потом обжигать все эти листочки, что это непригодно. Имбирь предпочитает градусов температуру 20-25 градусов, не меньше. Поэтому его, конечно, лучше выращивать в тепличных условиях. А если для декоративности, я вам отдельно покажу, как я выращиваю для декоративности, чтобы у меня именно имбирь зацветал. Вот так я разложила имбирь, корень. Беру вермикулит. Вы можете взять и перлит, тоже неплохо. И посыпаем. Вермикулит, как вы знаете, хорошо сохраняет влагу, а для нашего корня это очень даже хорошо. Грунт я беру такой, как и для перцев, и томатов. И вот покрываю. Внизу у меня сделан дренаж, чтобы лишняя вода потом стекала. По мере роста я буду подсыпать грунт. Смачиваем. Смочили, закрываем. И ставим в теплое, такое темное место для прорастания. Как только появятся росточки, мы все это откроем, добавим земли, грунта, и дальше будет продолжать расти. А сейчас я вам покажу, как я именно сажаю для декоративности, чтобы у меня имбирь зацвел. Нарезаем кусочки, чтобы была именно хотя бы одна почка. И корень можно сделать подлиннее. Предварительно этот корень я замочила, продержала сутки в воде, потом высушила. И сейчас я буду нарезать именно для прорастания, чтобы у меня этот имбирь дал не цветение. Сажаем этот мы корень не горизонтально, а вертикально. Вот так вот. Просто втыкаем в землю. Подсыпаем земли, чтобы у нас почка виднелась наверху. Накрываем имбирь и отправляем в темное, теплое место. Вот смотрите, как подросли уже две недели. Вот так потихонечку растет наш имбирь. Вот уже какой высоты. Надо земельки подсыпать сюда. Вот второй. Еще мы заметили, что имбирь предвестник погоды. Смотрите, перед метелью у нас появилась капелька на самом ростке. Это говорит о том, будет дождь или снег. Сегодня у нас 15 февраля, в Сретене. Смотрите, как мой имбирь вырос. Вот оно. Видите, какой красавчик стал. Листья вот такие. На кукурузное похоже и похоже на пальмовое. Сегодня праздник и примета такая. Весна зимой встречается. Если лужи, значит будет ранняя весна. Вот такой у нас имбирь уже растет и мы подсыпаем земли. Но не пересаживаем, потому что, если мы хотим, чтобы у нас имбирь зацвел, ему не нужна широкая плошка, а наоборот узкая, чтобы он давал весь рост цветению, а не корням. Вот так он выпускает листочек наверху, прямо сверху, понемножечку вот так разворачивается. Вот как видите, я пальцем показываю, это выходит листочек узенький такой получается и он оттуда как бы выходит самое внутри этого стержня. Ну что ж, будем ждать нашего цветения имбиря. Я обязательно сниму ролик, если он, конечно, зацветет. Всем спасибо, кто посмотрел мой ролик. И, конечно же, подписка приветствуется.